Солнышко мое, чтобы они не лезли с чем-то ерунда. Генеральный прогон, студия-дебют, 10-й юбилейный сезон. В этот раз главный режиссер Наталья Примак решила в рамках одного классного концерта показать зрителям всю палитру театральной студии. Мы все время привыкли играть спектакли. И спектакли, и много премьер было, и все. И вот в этом году захотелось сыграть концертную программу. Захотелось просто. Но потому что соскучились, может быть, по классике. Потому что один спектакль, второй спектакль, этого мало. И вот захотелось так. И получился такой огромный концерт, где дети в этом материале сумели себя выразить. На сцене классика Тэффи, Чехов, Островский. Фрагменты известных произведений, любимые диалоги и роли. Прошу руки ваши! Но, позвольте, заметьте, что я в некотором роде, я замуж. Это ничего. Надя и Глеб пришли в театральную студию 10 лет назад. Они блестяще справляются с любыми образами. А с какой легкостью они перевоплощаются, могут позавидовать профессиональные актеры. Сегодня они играли с особым чувством, как и в свой первый выход на эту сцену. Первый выход у нас был с веселым огородом. У нас было очень много, в два раза больше, чем сейчас. Мы были маленькими, и это было, как ни странно, было не страшно. Наверное, потому что мы все же детьми были. Но нет, это было замечательно. Давайте-ка песню споем. Ту самую. Начали? Да. Яркие отрывки, интересные образы. Всего две недели, и класс-концерт готов. Глеб Кулагин поделился своим секретом, как научиться быстро запоминать объемные тексты. Перед сном надо учить. Запоминается очень, очень хорошо. И самое главное, много начитывать. Не надо наизусть их учить. Лучше просто много читать. Чем больше читаете, тем больше запоминается. Кстати, Глеб, как и Надежда, открыли в себе новые таланты. Теперь они не только блестяще играют на сцене, но еще и поют. Надя мечтает о карьере оперной певицы. А Глеб все-таки рассчитывает поступить на актерский факультет. Я буду стараться поступить в театральный вуз, в лучшую пятерку Москвы. Конечно же, буду стараться. Поэтому, ну, ожидания у меня большие. Каждый год с легкой руки Натальи Примак студийцы штурмуют лучшие театральные вузы страны. И, надо сказать, весьма успешно. Каждый год удивление, каждый год радость от того, что приходят новые ребята. Потом они сначала подрастали все, потом они начали заканчивать школу. Потом часть из них начала поступать в творческие вузы. И теперь же есть детки, кто учится на втором и на третьем курсе, на актерском, режиссерском факультете. Кстати, некоторые студенты продолжают играть в родной студии и не могут расстаться с театром. Так Марк Петухов, студент второго курса, старается не пропускать ни одной репетиции. Театр – это такая своеобразная одушина для меня. То есть, во всей этой безумной студенческой жизни, во всей этой безумной работе, которая нас захлёстывает. Театр – это вот тот небольшой уголок моего существования, где я чувствую себя свободно, спокойно. Без хулиганского выступления тоже не обошлось. Яркий номер «Бабок-ёжик» в исполнении актрис младшей группы стал прекрасным финалом юбилейного концерта студии «Дебют». Я восхищаюсь педагогическим составом. Необыкновенное трудолюбие, любовь к детям, конечно, это всё отражено в наших детках как раз. Старшая группа – прекрасно. Очень люблю многих детей. Многие детки пересекались с моей старшей дочерью в ансамбле вокальном. А маленькие наши подрастающие – это, конечно, прекрасное поколение. И прекрасная студия. Я рада тому, что мой ребёнок, младший, старшая не попала, а младший попал. Я в восторге. Я впервые на таком отчётном концерте. И, конечно, эмоции только положительные. Мне очень понравилось. Вообще, ребята – потрясающие артисты. Кто-то очень долго занимается в этой студии, кто-то совсем чуть-чуть, как мой сын. И все просто великолепные. Я получила огромное удовольствие, насладилась творчеством, насладилась, конечно, ребятами. Жизнь в театральной студии «Кипит» незаметно пролетели 10 лет. Каждый сезон – интересные премьеры, победы в конкурсах и фестивалях, новые открытия и новые имена.